В ходе расследования уголовного дела следователями Следственного комитета поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года. Выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собрано доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии. В рамках уголовного дела проведен большой комплекс следственных действий, в их числе несколько следственных экспериментов, результаты которых позволили в том числе определить уровень восприятия зрителями информации об эвакуации. В доказательственную базу вошли и результаты более 400 судебно-медицинских, медико-генетических, правовой и других экспертиз. Следствием выявлены многочисленные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны владельца комплекса и отдельных его сотрудников. По нескольким уголовным делам, связанным с пожаром, к уголовной ответственности привлечено 15 человек. Семеро уже на скамье подсудимых. По мнению следствия, Юлия Богданова, Георгий Соболев и Надежда Суденок оказывали услуги по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности. Сергей Антюшин не выполнил свои обязанности по оповещению о возникшем пожаре посетителей торгового центра. Александр Никитин и Игорь Полозиненко ненадлежащим образом оказывали услуги по содержанию систем пожарной безопасности. Сергей Генин не исполнил в полной мере свои обязанности по спасению людей. Также завершено расследование в отношении начальника службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина. Уголовное дело в отношении него направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Окончены следственные действия в отношении бывшего начальника главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела этого же управления Григория Терентьева. Сейчас двое обвиняемых и их защитники знакомятся с материалами дела, которые выделены в отдельное производство. Завершается сбор доказательств и в отношении еще ряда фигурантов, среди которых начальник инспекции регионального госстроенадзора Тензелия Комкова, ее сын Эдуард Комков, заместитель начальника инспекции госстроенадзора области Светлана Шенгирей и генеральный директор фирмы ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко. Бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия судом заочно арестован. Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено. Вишневский задержан в Польше и сейчас решается вопрос о его экстрадиции.